Баллада – многозначная литература, ведческий и музыковедческий термин, основные значения, средневековая поэтическая и текстом музыкальная форма, лироепический жанр англо-шотландской народной поэзии 14-16 вв, поэтический и музыкальный жанр в 18-19 вв, популярный у романтиков и их позднейших эпигонов, провансальские прототипы. Слово «баллада» применительно к поэзии впервые регистрируется в рукописях с провансальскими стихами 13 вв, судя по немногим сохранившимся образцам слова употреблялось описательно, какой-либо особенной формальной структурой и закрепленной семантики жанра в провансальской «балладе» не было средней века. Средней века словом «баллада» называлась стихотворная и текстом музыкальная форма – жанр куртуозной лирической поэзии и музыки. Возникла во Франции в конце 13 века, к числу первых авторских образцов жанра относятся одноголосные баллады Жано Дели Кюреля. Тихотворная форма включает три строфы на одинаковые рифмы с рефреном в конце строфы. Музыкальная форма разбивает каждую строфу текста на три части. «Ээби» иногда вторая половина строфы повторяется. Классические образцы жанра 14 вв оставил Гийом де Машо, автор 200 баллад, из которых 42 он положил на музыку. Многоголосные баллады Машо. Профессиональные сочинения любовно-лирического жанра, без каких-либо элементов танцевальности, особенно сложны для восприятия его политекстовые баллады, написанные по аналогии с политекстовыми мотетами. Одна из баллад Машо написана на два текста, две – на три текста. В дальнейшем политекстовые баллады практически не встречаются. В классической балладе число стихов в строфе варьировалось от 7 до 10. В 15 веке мы видим тяготение к квадратной строфе – 8 восьмисложников или 10 десятисложников. С конца 14 века обычно завершается полустрофой посылкой, которая, как правило, начинается со слова «принц», восходящего к этикетному титулу, пью и поэтических состязаний 13 века, но может приобретать различный смысл в зависимости от обстоятельств. В двойной балладе та же схема развертывается в шести строфах. В силу своей относительной длины баллада может включать любые описательные и дидактические амплификации. Известный автор поэтических баллад – Кристина Пизанская, автор книги «Ста баллад», по другой версии, около 1390 года. Эту книгу составили стихотворцы из окружения Людовика Орлеанского на основе первого сборника «Синишалия Жанады», Последним крупным автором средневековой баллады, существенно расширившим тематику этой формы, был Франсуа Вейон. Баллада в новое время – Англия и Шотландия В Англии баллады известны издавна. В XIX веке находили основания предполагать, что баллада принесена нормандскими завоевателями, а здесь получила только колорит мрачной таинственности. Сама природа Англии, в особенности в Шотландии, внушала бардам этих стран настроения, сказывавшиеся в изображении кровавых битв и ужасных болей. Барды в своих балладах воспевали битвы и переводены его товарищей. Поздние поэты этого рода воспевали подвиги Дугласа, версии других героев Шотландии. Известны затем баллады о Робине Гуде, о прекрасной Розамунде, стол популярной в Англии и Шотландии, равно как и баллады о короле Эдуарде Айви. Из баллад неисторических замечательно баллада о детях в лесу, отданных дяде-опекуном двум разбойникам для того, чтобы они их убили. Литературную обработку баллад дал Роберт Бернс. Он мастерски воспроизводил старые шотландские предания. Образцовым произведением Бернса в этом роде признается песня о нищих. Вольтер Скотт, Саутик Кэмпбелл и некоторые другие первоклассные английские писатели также пользовались поэтической формой баллады. Вольтер Скотту принадлежит баллада «Замок с Мальголем», в переводе В.А. Жуковского увлекавшая русских любителей романтизма. В общем, слово «баллада» получило в Англии своеобразное значение и стало применяться преимущественно к особому роду лирико-эпических стихотворений, которые были собраны перси-реликвисов фонсиент инглиш по Е3 и имели большое влияние на развитие не только английской, но и немецкой литературы. Поэтому слово «баллада» в Германии употребляется в том же смысле, то есть как обозначение стихотворений, написанных в характере старинных английских и шотландских народных песен. В Франции в XVII веке баллада писал знаменитый баснописец Ла Фонтен. Его баллада отличались простотой и остроумием, но писательница того же века Дезульер лишила балладу этих свойств. В глазах Буалу, а затем Мольера баллада была чем-то устарелым и скучным, но независимо от такого строго выдержанного со стороны формы вида стихотворений. Баллады весьма рано привыкли называть во Франции стихотворные пьесы, отличающиеся свободой формы и особенно ярким национальным характером содержания. Такова сохранившаяся до сих пор как народная песня. Баллада, рассказывающая об отчаянии дочери французского короля, принужденной выйти замуж за английского принца. В более позднее время образцы свободной баллады мы встречаем у главы французских романтиков Виктора Гюго и Ужерара Деннер Валя. Германия. Содержание немецкой баллады также носит мрачный характер. Действие развивается эпизодично. В исполнении недостающих или связывающих сюжет баллады частей предоставляется фантазии слушателей. В Германии баллада была особенно в моде в конце XVIII века и первой четверти XIX века, в период расцвета романтизма, когда появились баллады Бюргера. У Ланда и Гене из сочинения Гёте в этом жанре большой известностью пользовалась баллада «Лесной царь». В 1797 году Гёте и Шиллер провели состязание в написании баллад, дав таким образом толчок развитию жанра «Россия». Баллада появилась в русской литературе в начале XIX века, когда отживший свой век традиции старого псевдоклассицизма стали быстро падать под влиянием немецкой романтической поэзии. Первая русская баллада и притом оригинальная и по содержанию и по форме «Громвал» Г.П. Каменева, но главнейшим представителем этого рода поэзии в русской литературе был В.А. Жуковский, которому современники дали прозвище «балладника», и который сам в шутку называл себя родителем на Руси немецкого романтизма и поэтическим дядькой черти ведьм немецких и английских. Первая его баллада «Людмила» переделана из бюргера, она произвела сильное впечатление на современников. Было время, говорит Белинский, когда эта баллада доставляла нам какое-то сладостно-страшное удовольствие и чем более ужасало нас, тем с большей страстью мы ее читали. Она коротко казалась нам во время, но, несмотря на свои 252 стиха, Жуковский перевел лучшие баллады Шиллера, Гёти, Уланда, Цидлица, Саути, Мура, В. Скотта. Оригинальная его баллада «Светлана» была признана лучшим его произведением, так что критики и словесники того времени называли его певцом Светланы. Баллады как сюжетное стихотворное произведение представлено такими образцами, как песня «Вещи Малеги» Пушкина. Ему принадлежат также баллады «Бесы» и «Утопленник» Лермонтову, «Воздушный корабль», «Полонскому», «Солнце и месяц», «Лес» и «Дэр». Целые отделы баллад находим в стихотворениях графа А.К. Толстого и А.Фета «Баллада как музыкальный жанр». Начиная с XVIII века распространились песни на тексты поэтических баллад. Образцы песенной баллады оставили видные представители австра-немецкого романтизма. Калюли, Ф. Шуберт, Р. Шуман, Г. Вольф. В России песенная баллада появилась в XIX веке под влиянием немецкой. Таковы, например, баллады А.Н. Верстовского, «Черная шаль», «Бедный певец» и «Ночной смотр», «Море» А.П. Бородина, «Забытый» М.П. Мусоргского. В опере «Балладой» композиторы называли арию повествовательного характера. Например, баллада Сента из оперы «Летучий голландец» Р. Вагнера, баллада Фина, баллада Томского. Примерно с середины XIX века, балладой композиторы романтики стали называть инструментальные пьесы повествовательно-картинного характера. Всемирную известность приобрели музыкальные баллады Фредерика Шопена. Инструментальные баллады также писали Эф-Лист и Брамс. Э. Грик. В XX веке образцы баллад можно встретить в сочинениях русских композиторов-традиционалистов, опиравшихся на романтическую эстетику XIX века. В массовой культуре, во второй половине XX века термин «баллада» стал использоваться в популярной музыке для обозначения медленных композиций любви.